Ребята, зацепил кого-то. Сопротивление не особо сильное, но это какое-то лососевое животное, либо кижуч, либо чавыча. Это темный кижуч. Ой, какой он, грязный уже весь, такого я отпускаю. Взял на икру с креветкой. Возьмем креветочку, которая небольшая, отрываем большую клешню, петелька уже раскрыта для икры, перед тем как насаживать креветку, иначе потом будет сложно ее раскрыть, когда креветка уже на крючке сидит. Вот так, цепляем креветочку, достаем икру, вставляем в петельку и затягиваем. Получается вот такой коктейль, так называемый, с икрой и креветкой. Да уж, он уж вообще чернющий, давно уже в системе. А, нет, это даже, нет, это не кижуч, это шинукс, но он старый-старый, небольшой килограмм, наверное, на 4, может быть. Да нет, какой 4, ребят, килограмм, наверное, 2,5, может быть. Вот, видите, ладно, сейчас отпущу его и буду продолжать ловить, может быть, посвежее что-нибудь найдется. Такой заброс к тому берегу, потому что там течение, здесь-то вода вообще не двигается, нужно, чтобы плавочек немножко на течение бежал. Ах, нет. вы видели ребят попал как утопило все своровал у меня все что было а я я ничего себе ладно перезарядим но если если его по губам не ударила я не ударил то он должен в принципе вернуться клюнуть еще ну давай чуть-чуть подальше надо будет бросить потому что поплавок уже на медленную воду вышел поклевка вряд ли получится надо перезакинуть наконец-то дождик пришел ребята такое счастье ждали его целый месяц вообще дождей не было молода еще сама низковат вот он и ну и и и и и и и и и Вот там что-то нырнуло. Тут как бы еще, скорее всего, в реке остались остатки. Остались летние чавычи. Но такая нам не нужна. Нам нужна осенняя чавыча, которая свежая, серебряная. Та-то уже будет вся темная и совершенно нечемная. Так, ладно, давайте еще раз забросим. Ну, может быть, вот этот дождик, он как бы подтолкнул рыбу, которая находится сейчас в заливе. Может быть, она будет подниматься по реке. Вот там вот хорошо идет плавок сейчас. Именно там, где надо. На течении. А вот притоп, 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 притоп. Есть, ребят. Есть. Есть, ребят. Все, у вас на глазах поклевка была. Сопротивление не очень. Так что я, наверное, боюсь, это будет остаток той летней чавычи. Да, небольшая снова. Первую я уже поймал. Темная. А эта тоже темная. Да, это летняя чавыча. Некрупная килограмма, может быть. На два, два с половиной. Да, цвет она уже вся темная. Ну, ладно. Все равно какой-то экшен. Уже неплохо. Давай, я тебя побыстрее вытащу. Эти уже рыбы, которые отметали икру и молоки. Их последние дни остались. Видите, какая темнющая все. Ну, это, в принципе, килограммчик на три она будет. Так. Видите, она же вся-вся. Здесь такие рыбы называют в простонародье сапог. Как, видимо, черный кожаный сапог. Так. Ладно. Давайте отпустим ее. А я даже ее брать не хочу. Она такая скользкая. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Я тебя отпущу, не волнуйся. Главное, крючок, не оборвись. Все. Давай, может быть, сама уйдешь. Я тебя трогать не хочу. То есть она вся будет скользкая-прискользкая. Давай, давай, давай. Выходи на глубину. Вот так вот. Давай, Пекки. Ты уже можешь здесь. Не сдавайся. Ты туда, не туда, не туда. Ты куда-то пошла. Ориентир потеряла. Надо придется ей помочь. Давай, беги. Ребят, ловлю вот на такую поплавкую удочку. Это Lemiglass XXC Quick. Рассчитана от 15 до 30 фунтов. Мощная удочка специально для чавычи. Потому что на этих реках осенние чавычи иногда бывают очень хороших размеров. Основная леска у меня 20. Ultra Green Maxima. Поводок 15. Бегающий поплавок. Наверху стоппер, который двигается, чтобы менять глубину. Поплавочек. Две бусины. Одна большая, другая маленькая. Маленькая упирается стоппер. Вторая упирается поплавок. Бегающий груз вот такой, как оливка. На полторы унции поплавок. Она тоже на полторы унции. Поводок порядка, ну не знаю, 10 сантиметров, 70, наверное. Крючок. Я использую только оуэнерс крючки всегда. Крючок, по-моему, 3.0 или 3.0, как это называется. Хотя, может быть, это четверка. Я не уверен. Ну и коктейль из креветки с икрой. Ладно? А, да. И катушка у меня Абу Гарси. Это 5501 C3. С3, по-русски. Ребят, кому еще интересно, у всех горных речек, в принципе, камни всегда скользкие. Но вот здесь у нас есть две или три речки, на которых камни уж очень скользкие. Поэтому у меня есть две пары ботинок. Waiters ботинки. И одна у меня просто из обыкновенной резиновой подошвы. Это для обыкновенных речек. А вот для таких, вот особенно для этой реки, где очень-очень скользкие камни, я использую подошвы с этим, так он называется, войлочная подошва. То есть войлочная подошва гораздо-гораздо лучше в таких ситуациях, чем резиновая. У нас в штате разрешено использовать войлочную. В некоторых штатах не разрешено, потому что ученые думают, что если ты на одной речке половил, то какие-то микроэлементы, микроорганизмы остаются в войлочной подошве. И потом ты, когда поехал на другую реку, ты как бы эти микроживотные передаешь в другую речку, в другую систему. И от этого якобы может поменяться вся, как говорится, среда. Я не знаю, насколько это действительно так или нет, но тем не менее у нас в штате разрешается пользоваться ботинками с войлочной подошвы. Чуть-чуть притопило, но опять бросило. Поторопился немножко, ребят, поторопился. Ну ладно, по губам не провел, так что, может быть, она вернется еще. Сейчас креветку стащила, ну не знаю, может быть, просто на икру вернется. Посмотрим. Очень часто, когда если чаевыча клюет один раз и при подсечке по губам крючком не провелся, она очень часто возвращается и клюет снова. Ага, вот-вот-вот, вот видите, притоплено было. Нерешительные поклевки. Ну да, вот-вот-вот. Ага, есть, ребят. Есть. Вторая подсечка. Видите, я же говорю, что очень-очень часто чавыча возвращается. Я первую свою чавычу поймал. Вообще не умел лосося тогда ловить. У меня, наверное, раз в шесть она у меня клевала. Пока я ее, в конце концов, не зацепил. Все время, раньше времени цеплял. Вернее, подсекал. Вот, но это покрупнее чувствуется рыбка. Немножко она пошла. Но опять темные, опять старые летние чавыча. Упирается получше, но все равно убирается не как свежая рыба. Свежая рыба, она бы тут меня водила бы по всей яме. А это уже так, на последних, как говорится, своих энергиях. А, ну, в принципе, тоже не очень крупная. Опять, наверное, примерно такого же размера. Ну, давайте, отпущу побыстрее. Ах, где же свежая эта рыба, ребята? Видите, какая? Ну, это нет, это покрупнее будет. Это будет покрупнее. Опять самец. Судя по изгибу носа. Сейчас хотят еще. Да, это вся рыба уже, которая отметалась. Тихо, тихо, тихо. Тихо, успокойся. Спокойся. Нехорошо. Узлочек мелкозно заглотил. Хорошо. Давай, беги. Ой, какие они скользкие, когда они старые становятся. Такие скользкие. Вот такая вот темная чавыча. Давай, беги. Третья рыба сегодня, буквально на реке, ну, минут 35-40, наверное. Нету, к сожалению, свежей рыбы, пока не видел. Но, тем не менее, вот я на такой реке. Замечательное утро. Периодически идет дождь. Очень красивая речка. Особенно осенью. Очень много желтых листиков на кустах бывает. И на деревьях желтые, и красные. Только-только начало осени. Ладно, буду продолжать ловить дальше. Опять притопила поплавок. И снова бросила. Давай, вернись. Или тоже стащило все у меня. А, вот притапливает, притапливает, притапливает. Ой. А-а-а! Да, неуверенные поклевки. Но, тем не менее, клюет практически на каждом забросе. Вот здесь такой небольшой порожек. А здесь вот в этом месте начинается уже ямка. Довольно-таки глубокая. Вон, видите, летом нам ребята, наверное, с веревки вон той... Как она называется? Тарзанка, что ли? Прыгает. То есть, там довольно-таки глубоко. И рыба, как бы, обычно, после того, как поднимается по порогу, она останавливается в глубокой яме. Отдыхает немножко, пережидает. И потом продолжает дальше двигаться. Но сейчас, как бы, воды очень мало. То есть, для нее это сейчас неважно. Течение очень сильное. Поэтому она, как бы... Это уже просто старая рыба. Здесь она, как бы, осталась еще. Ждет своего конца. Ребят, ну вот, делал последнюю проводку, уже собирался. И снова поклевка. Опять темная, я видел, она уже выплеснулась один раз. Выпрыгнула. Да, свежей рыбы нет. К сожалению, свежей рыбы нет. Ну ладно, все равно. Приятно. Повываживать рыбу иногда. Упирается прямо, как взрослый. Ну, как тянет. Ну, не крупный опять. Примерно такого же размера, как последний. Даже поменьше, наверное. Ну, давай, давай. Я тебя отпущу. Ты, конечно, об этом не знаешь. Поэтому стараешься как можешь. Ты, конечно, об этом не знаешь. Вытащу прямо перед другой камерой, чтобы тебя отпустить. Где-то тут. Ну, видите, какие у него зубы, ребят? Зубастый такой. Давай, беги. Ну, вот так вот. Какая-то по счету уже четвертая, по-моему, да? И еще сколько поклевок пропустил. Ну, к сожалению, вся рыба темная. Свежая еще не зашла в систему. Так что, не знаю. Попробую еще одно место. Пробью там. Но, скорее всего, свежей рыбы сегодня не будет. Ребят, решил я поехать домой. Другие места решил не заезжать, потому что толку никакого, мне кажется. Рыба еще не зашла. Вчера прошел дождик небольшой, сегодня должен быть тоже дождик. Поэтому, надеюсь, может быть, завтра или, может быть, послезавтра вода поднимется наконец-то. И свежая рыба будет заходить. Все. Счастливо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова